Приветствую вас, уважаемые земляки! Записываем это видео для того, чтобы сообщить, что мы завершаем наш проект. Проект, посвященный выборам Народных Уралов и Субботы Калмыкии и голосованию, которое начнется уже завтра, это пятница, суббота, воскресенье. В первую очередь хочу поблагодарить всех тех, кто был у меня гостями. Это кандидатов в депутаты, это экспертов, которых я сумел пригласить и которые смогли прийти. Спасибо вам большое поблагодарить политические партии, которые нам направили своих кандидатов, которые действительно смело пришли, рассказали о себе, показали себя. И я думаю, в наших видео вы, как зрители, смогли сделать выводы о том или ином кандидате. По крайней мере, у меня была такая цель, чтобы вы смогли определить, кто есть кто. Поэтому я очень благодарен тем кандидатам, которые пришли и воспользовались этой площадкой. Поскольку я считаю, если бы я был кандидатом, и у меня был бы такой шанс, я бы с удовольствием воспользовался, и, наверное, не один раз, и постоянно бы приходил и говорил бы, заявлял бы о себе, высказывал бы какие-то определенные идеи, намерения. Ну, немножко удивляет позиция других кандидатов, которые вообще никак не отреагировали на мое приглашение, поскольку я считаю, что если ты идешь в Народный Фурал, то необходимо пользоваться каждой площадкой, и когда есть такой проект, мне кажется, это было бы уместно. Да, действительно, уделил. Также немножко возмущает поведение других кандидатов, с кем вроде бы договорился о встрече, о записи, а и в конце они сливаются. И для меня это свидетельствует об их намерении, да, может быть, вообще не хотели быть депутатами. Ну, кто-то, может быть, в силу своих каких-то определенных субъективных причин не пришел, я их понимаю. Вот как-то вот так вот. К сожалению, уважаемые подписчики, мне не удалось провести дебаты, которые я вам ранее обещал, поскольку получалось так, что кандидат, в данном случае одномандатник, один хочет дебатов, другой его соперник, оппонент, на этом одномандатном округе не хочет. И, ну, партии тоже, также коммунисты были согласны, другие даже никак не отреагировали на это предложение. Да, с сожалению, конечно, с удовольствием бы посмотрел бы на дебаты на нашей площадке, и мне кажется, было бы это очень интересно. Благодарю экспертов, которые пришли, тоже, мне кажется, были очень хорошие мнения. Как-то так. И так, дорогие друзья, завтра пятница, у нас начинаются выборы. Я хочу так же, как и все мои гости, вас призвать на выборы. Призвать на выборы, чтобы вы пришли и проголосовали. То кто-то из гостей говорил, голосуйте сердцем, другие говорили душою, голосуйте головой. Я прошу вас просто прийти и проголосовать, поскольку с начала своей общественно-политической деятельности я говорил, говорю и буду говорить, что выборы – это важно, хотя бы так поучаствовать в политической жизни своего региона. Мы всегда стоим перед выбором. Право выбора, я считаю, принадлежит нам от рождения. Мы всегда выбираем что-то. Каждый день просыпаясь, мы стоим перед выбором. Какую одежду одеть, какую еду покушать, куда сходить, что попить, мы всегда что-то выбираем. Но когда у нас есть возможность или стоит вопрос о выборе того или иного человека, который будет представлять наши интересы на государственном уровне, или того человека, который будет заниматься обязанностями для улучшения качества нашей жизни, мы почему-то не ходим и говорим, что да, уже все решили, решат за нас, и не верим в выборы. Я считаю, что это ошибочное мнение. В 2021 году мы показали то, что выборы могут быть честными и необходимо идти голосовать. При этом опыт 2021 года показывает то, что не надо проводить выборы. Это было очень грязно, это было очень несправедливо и недостойно, в конце концов. Поэтому я также призываю и кандидатов, и их представителей, представителей избирательной комиссии всех уровней провести выборы честно, провести выборы достойно. Но, по крайней мере, я думаю, что так и будет, и тенденция на сегодня такая. Поэтому, уважаемые земляки, я прошу всех прийти на выборы и проголосовать. Главную идею, которую я транслировал на всем проекте, это идея объединения и консолидации нашего калмыцкого общества. Я считаю, и во время всего проекта я говорил, что мы все есть одно, мы калмыкии, мы люди, проживающие на нашей территории. И что-то нам делить, ругаться, я считаю, что сейчас не то время, и пришло время для объединения и дальнейшего уже, для дальнейшего направления в сторону развития. Я считаю, что только объединившись, консолидируетесь, мы можем что-то сделать. И мне очень понравилось то, что каждый гость, каждый эксперт в рамках этого проекта поддержал эту идею. И спасибо вам за это. Ну, а мы завершаем наш проект, посвященный выборам депутата Народного Ухрана. Ну, я думаю, что мы будем еще выходить в прямые эфиры непосредственно на дня голосования. А так, проект завершаем. Сегодня записали заключительное видео, оно попозже выйдет. Но работу мы свою продолжаем. Канал «Зан Онлайн» работает, благодаря проекту мы его немножко реанимировали. И дальше будем также говорить о политике, продолжу своей передачи. И рубрика «Монахыс», где мы будем говорить о наших людях, добившихся, дающихся высот. Мы тоже будем продолжать. Уже даже есть такие лица, с кем мы договорились записываться. Спасибо вам, дорогие друзья. Приходите на выборы. Голосуйте.